всем привет мои дорогие давайте сегодня будем разбираться продолжим рубрику который называется косметологический ликбез и будем разбираться с видами масок для домашнего применения и каким образом сделать так чтобы вы регулярно ухаживая дома за собой при помощи масок понимая их разнообразие покупая именно то что вам нужно по назначению вы могли где-то получить эффект такой же как вы получали бы в салоне потому что в чем принцип салонного ухода принцип в том что вы приходите на регулярной основе даже если вы это делаете раз в этом не раз квартал раз в месяц насколько у вас позволяют возможности вы приходите вы делаете это в комплексе да то есть никогда вам косметолог не нанесет маску прямо на макияж да то есть перед этим будет сделан целый ритуал и во-вторых вы будете все равно так или иначе он она вас уговорит посещать на регулярной основе именно вот эти два вот эти два компонента создают этот флер женщины которые можно назвать ухоженной женщины я сразу хочу сказать буду повторять это в каждом видео потому что я вижу такие возмущения в свой адрес в том плане что как я могу сделать пластику рекомендовать маски крем и так далее я повторюсь новой и снова поясняя простые истины никогда кремы и маски не будут подтягивать лицо как бы вам это не обещали производители это все рекламный ход мы этому верим и после этого сильно разочаруюсь обвиняя всех и вся но на самом деле что делают маски что делают крема что делает домашний уход что делают даже многие косметологические процедуры они работают качеством кожи даже если вы сделаете подтяжку хирургически но качество кожи будет сильно страдать эффекта вы не получите до скульптурно вас подтянут но что это будет это будет затяжка понимаете не подтяжка итак поехали первый тип масок который вы знаете который очень популярен который часто используется ему для домашнего ухода это тип увлажнение то есть это насыщение при помощи маски активными компонентами верхних слоев кожи до чтобы кожа и тактильно и визуально и по ощущениям она была с такой как будто знаете напоенная водой да то есть чтобы она не чувствовала жажду и это очень сильно заметно как сильно наполняется вот верхние клетки вот тот самый эпидермис пресловутый которые отшелушиваются и в идеале он должен это делать каждый 21 день вот этот эпидермис он имеет свойство наполняться да он имеет свойство разбухать под действием как бы разбухать под действием увлажняющих компонентов маски то могут быть именно кислоты шелка это могут быть растворы гиалуроновой кислоты это могут быть различные там экстракты и алоэ вера очень круто это делает и вот это ощущение кожи как будто она вдохнула глоток влаги долгожданный вот этот эффект он к сожалению не долговечный потому что это верхний слой кожи да то есть это ороговевшие можно сказать уже частицы кожи но он очень важен тактильно он очень важен для программ увлажнения кожи очень важен для функции влагоудержания особенно в зимнее время им образом выглядят эти маски увлажняющие очень часто они бывают гелевые почему потому что гелевую структуру увлажняющие компоненты легко запаковать очень чаще еще чаще чем гелевые они бывают в виде тканевых пропиток тканевых масок еще похожие маски да есть достаточно много их в различных масс-маркет магазинах да практически каждый уважающий себя бренд имеет такую маску плюс-минус если это его направление да но азиаты пошли еще дальше что они стали делать они стали туда добавлять молочные кислоты и чтобы эта маска помимо увлажняющего эффекта имела еще и отшелушивающий эффект понимаете какое средство два в одном то есть понимая что все равно это действие идет на эпидермис верхний слой кожи так почему бы нам решили азиаты не удалять часть совсем уже мертвых клеток а остальные питать и вот такое вот воздействие 5050 получил очень хорошее распространение то есть эти маски не только увлажняют сразу дают такой эффект увлажняющий но и в долговременной перспективе они просто избавляются от благодаря тому что воздействует кислоты вы при умывании смываете те клетки которые уже должны были уйти грубо говоря но почему-то задержались но есть у таких масок с кислотами очень важный момент если вы слону пигментации даже в зимнее время желательно использовать крем из спиев нет проблем потому что не все продукты можно сказать декоративки вся декоративка с спиев поэтому они решили что одну по кто и об этом что-то кто-то не знает поэтому я вас предупреждаю если вдруг вы зимой не пользуетесь при ярком солнце спиев и накануне использовали эту маску то имейте ввиду и свет вам нужен следующий тип масок это маски очищающего назначения вот здесь вот можно было бы разгуляться и сказать боже что же может быть проще чем глиновые маски а нет глиновые маски тоже имеет свой прикольчик скажем так в каком плане они очень сильно сушат кожу я думаю вы это понимаете и и в профессиональные линейки и в линейке для домашнего применения стараются вот эти вот сушащие действия изумительно очищающие но предательские сушащие действия подсушивающие действия глины чем-то разбавить поэтому сюда добавляют различные компоненты масла увлажняющий компонент я имею ввиду экстракты масла для того чтобы это действие смягчить этому и лично я считаю что маски в тубах готового применения пусть даже глиновые они гораздо лучше чем маски замешанные при помощи глине да ведь можно в принципе купить дешевый порошок размешать его нанести но если вы любите вот такой вот готовить дома то добавьте туда несколько капель масел а если же вы готовите по если же вы покупаете готовое применение смотрите для какого типа кожи потому что бывает настолько сильно разбавляют эффект подсушивающие да то есть его увлажняет что эта маска может использоваться и для сухой кожи кстати одни только глина в составе дает очищающий эффект очищающее назначение этой маски это может быть также маски пленки некогда популярные маски которые состав которой входят кислоты опять-таки снова привет азиатам они любят эти дела и но именно с очищающим эффектом я рекомендую вам устраивать мульти маскинг потому что большинства людей не бывает очень жирной кожи то есть я смотрю так по средней полосе среднеславянскому типу и вижу что это либо т-зона жирные либо же блеск ну прям в очень жаркое время поэтому что мы делаем мы делаем всем известный любимый мультимаскинг который используется уже не знаю десяток лет наверно в профессиональной индустрии и недавно только стал популярен вот так вот в потребительском мире за что спасибо маркетологам то есть мы наносим на т-зону к примеру зону там где более повышенное выделение сального секрета на щеки допустим мы наносим такую увлажняющую можно еще дальше пойти и комбинировать очищающую маску более сильного эффекта более жесткого направления и более мягкого то есть сюда только на нос на область черных точек нанести маски азиатские опять-таки специализированный для черных точек с такими более сильными кислотами а на лоб и на подбородок допустим нанести маску которая используется более мягкая то есть уже такая в тубе когда глина уже замешана в тубе и с добавлением мягких компонентов вокруг около ротовой зоны так называемый периоральную область как говорят врачи можно нанести маску с противовоспалительным эффектом да или какой-то нанести противовоспалительный гель а на эту область уже нанести с увлажняющим эффектом а под глаза то есть не на глаза не на верхние подвижные века а под глаза вот на эту область и к примеру на губы нанести прям совсем-совсем мягкое деликатное косметическое масло и будет вообще просто супер и такой вот много компонентный мульти маски я думаю вам понравится третья группа масок это всеми любимые тогда он скульптурирующие маски моделирующие маски их еще называют альгинаты до альгинаты это не оба какое-то прям выдуманное супер слово это всего лишь косметический продукт химический продукт скажем так из химической промышленности более того альгинат по секрету вам скажу если вы не знали можно купить в аптеке да и замешать такой-то порошочек который просто делает такой вот эффект слепка и честно говоря я сказала вам по секрету но и сама таким не занимаюсь никогда потому что по сути вот альгинатные маски нужно купить совершенно недорогие в косметических компаниях да то есть они уже замешаны распасованы уже все вам сделано только правильно их применяйте потому что я сделала ошибку и покажу вам на камеру как одну альгинатную маску фаберлик я размешала тоже воспользовавшись скидкой чтобы быстро быстро надо брать побольше замешала наболтала и пока снимала видео думаю я шубите гуру посмотрите сейчас посмотрите и размешала настолько сильно то есть настолько пока вот эти все приготовления с камерой были то прошло время и она уже стала под застывать уже в миске и когда я и наносила получились такие невразумительные совершенно неэффективные некрасивые и правильно было сосредоточиться все же на себе действует тоже правило как в тренажерном зале в фитнесе или на йоге когда вы приходите не для того чтобы поболтать или потому чтобы там сделать селфи запустить или пообщаться со своими подружками а для того чтобы заняться с собой собой поговорить с собой прислушаться к себе вот примерный эффект с масками тот же самый да вот этот ритуал с масками примерно тот же самый только тогда когда вы с маской не сидите не бегите не общаетесь а лежите закрытыми глазами и думаете о приятном только тогда на работе Играет музыка Поэтому у косметолога маски кажутся эффективнее, чем домашнее применение Да все очень просто Два принципа и один секрет Секрет какой? Правильно с маской нужно лежать Пока действует маска, нужно лежать Это очень важно На сегодня все Надеюсь, что данное видео было вам полезно Если так, пожалуйста, ставьте лайк Подписывайтесь ко мне на канал, если вы не делали этого раньше Заходите ко мне в инстаграм, потому что там заметочки маленькие Там же я продолжаю вести свой пластик и дневник И увидимся Всего доброго Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok